Петахая Продажа экзотики может принести неплохой доход. В программе «Малый бизнес. Большие успехи» разберем эту бизнес-идею подробнее, тем более что в Самаре этот бизнес есть и уже есть постоянные клиенты и успехи. Хит-продаж – это манго Таиланд. Это самая настоящая тайская манго сорта Намдукмай. Без волокон, вкусная, сочная, особенно если после прилета к нам денька-два полежит и станет тепленьким. Просто манго-огонь. И очень долго мы ждали вот этот сорт манго. Это императорская манго из Перу. В Перу вообще очень развито фермерство, производительность. Они очень тщательно следят за своим товаром. Они выращивают только экстра класс товар. И вот эта вот манго, попадая к нам на прилавок, так и называется, императорская. То есть оно поставляется императору, такой манго. Оно у нас есть в Самаре. Продавать экзотические фрукты в Самаре Евгению Нитецкому подсказала сама жизнь. Покупая для своей семьи овощи в магазине, замечал, что зачастую плоды были низкого качества, недозрелыми, а порой и вовсе зелеными и жесткими. И тогда мне напала идея, что я хочу, чтобы у меня был магазин, где я смогу доставлять себе, родственникам, также друзьям. Ну и, естественно, через интернет я уже тогда продумал, что это будет работать, что людям будет нравиться именно класс товара. Два года начинающий предприниматель работал над бизнес-планом и твердо решил открыть магазин свежих, качественных овощей, ягод и фруктов и сделать акцент именно на адресную доставку. Это очень удобно. У нас теперь есть клиенты на доставке. Это в основном мамы двух детей, трех детей, которые не имеют возможности выехать. Они нам звонят, пишут, заказ делают. Мы его вечером собираем и привозим уже утром. Идею заняться экзотикой молодой предприниматель получил как подарок на Новый год. А почему бы и не попробовать? В январе, кроме мандаринов и апельсинов, я решил заказать одно манго с Вьетнама. Продал его за три часа. На следующую доставку этого Вьетнама я заказал три манго. Продал его за день. Так и пошло. Ну а дальше больше. В последнее время наметился интерес людей к натуральным продуктам, главным преимуществами которых являются их польза и вкусовые качества. Кроме того, продукты из южных стран вызывают у человека приятные ассоциации и воспоминания, связанные с поездками в теплые страны. Пробы у нас в магазине, они понимали, что все говорят, да, это оттуда. То есть все приятно удивлены. Поэтому и пошла эта идея. И сейчас спрос только увеличивается. Сейчас Евгений и Александр на начальном этапе практикуют свой бизнес на фруктах лишь с наличием небольшой торговой точки, отдельного холодильника и автомобиля. Следующим шагом наладили рекламу. Один из самых простых способов – это продвижение среди знакомых и через социальные сети. Мы запускаем какую-то, может быть, акцию, мы запускаем ролики, то, что у нас есть в наличии. И люди, естественно, видя эти рекламки, пишут, спрашивают. И, наверное, процентов 50 из 100 делают заказ. Свой первый, второй, третий, то есть в наличии. Мы всегда делаем какие-то новинки. Сейчас мы ждем, вот сезон дыни, например, закончился. Мы ждем на следующей неделе бразильские дыни. Они у нас очень хорошо котировали в прошлом году. И в этом году как бы уже заказали, сейчас придут. Начали они свой бизнес по продаже фруктов из-за границы только тогда, когда нашли поставщиков. Договорились о сотрудничестве с людьми, которые закупают продукцию у местных фермеров. Самый простой способ – возить товар быстро – это авиадоставка. Специалисты отправят груз авиации в ближайший аэропорт. Далее уже самостоятельно молодые люди доставляют фрукты в свой магазин. Ставку делают на спелость, сочность и вкус. А цена складывается из многих составляющих. Я всем клиентам рассказываю. То есть ананас спелый, срывают, не зеленый. Его выбирают тщательно, не зеленый. Его везут в аэропорт. Собирают санитарные, фитосанитарные, ветеринарные справки. Это тоже человек получает за это деньги. Отправляют в самолет. Даже погрузка в самолете – это стоит денег. Как это, транспортные расходы, авиакомпания. Перелет товара. Вот, в Коста-Рике, например, самолет прилетел. У нас тоже есть погрузочные работы, которые в аэропорту. Это тоже средства. Получить, привезти в магазин это средства – тут получает цена. Но у нас – качество. При этом, как показало изучение, люди готовы платить дороже за качественные продукты. Ну, допустим, ананас. В других супермаркетах продаются ананасы. Они зеленые. И все говорят, что как выбрать ананас? Все так говорят, методом тыка. Вот попадешь в сладкий – будет хорошо. Не попадешь в сладкий – будет плохо. Я испытываю все на себе. Вот съел ананас, а утром у меня начали шелушиться уши. То есть мой организм моментально реагирует на плохие, с добавлением всякими химикатами. То есть все, этот товар, если он попадет к какому-то ребенку нашего клиента, и у него то же самое будет. То есть это как бы да, мы все это предусматриваем, все пробуем сами. Утром встаем, смотрим на себя. Вот, то есть мы как испытательная лаборатория. Свежие фрукты из Таиланда, Вьетнама и других жарких стран хранятся 10 дней, потому как плоды срываются спелыми. Поэтому в отдельном складе необходимости не было. И Евгений, и Александр арендовали закрытую точку под магазин в одном из торговых центров нашего города. Так как товар скоропортящийся, поэтому его нужно реализовывать очень оперативно и закупать ограниченными партиями. Мы уже заранее за неделю знаем, сколько у нас будет заказов, потребных на следующей неделе. То есть за неделю мы поставщику Вьетнама или Таиланд пишем список. Все согласовать, они отправляют товар, иногда они отправляют его в Самару, иногда в Казань, то есть мы там получаем, иногда в Москве. В Москве наши тоже есть партнеры, которые разгружают, фотографируют мне, я отправляю все средства за этот товар, нам привозят. Все сертификаты, все гарантии качества, все это, соответственно, также приходит. Заказы небольшие, но и в Самаре конкуренция ощутима. Это делает работу довольно хлопотной, но истинно любящие свое дело предприниматели с этим справляются. Естественно, мы ищем новых поставщиков, чтобы работать, да, то есть над них не останавливаемся. Где-то есть какие-то новинки. Мы ищем, если у нас сейчас 4 вида манго, мы хотим, чтобы у нас было 10 видов, 15. В мире существует 120 видов манго. Сейчас переговоры идем о манго Камбоджа и манго Пакистана. Сейчас этот рынок только начинает формироваться, поэтому в первое время можно рассчитывать на небольшие объемы выручки. Порядка несколько десятков тысяч в месяц. Крупных игроков торговли такие суммы не интересуют, поэтому ниша свободна. Я рассчитывал средний чек человека, средний возраст человека, там, от 28 до 40 лет. Ну, кто на самом деле уже беспокоится о своем, да, там, здоровье, питании. Вот, ну и, соответственно, мы уже заранее знали, что мы будем доставлять по домам. Потому что эта ниша была как-то в Самаре не особо развит, особенно фруктов. Вот, и поэтому мы захватили ее и стремимся дальше. Помимо качества предприниматели делают ставку на клиента ориентированность. Это внимательное обслуживание покупателей и знание всего ассортимента. Молодые люди все знают о происхождении каждого фрукта и расскажут, как его правильно съесть и приготовить. Каждый клиент важен, и внимание, уделенное каждому конкретному человеку, всегда отражается впоследствии. Это располагает к себе людей, мы пытаемся расположить к нашему продукту, рассказываем наше понимание того, что мы хотим дать каждому человеку. И это, на наш взгляд, очень сильно привлекает и в дальнейшем возвращает людей в наш магазин. Бизнес на торговле экзотическими фруктами – дело как минимум приятное и красочное. При этом на начальном этапе оно требует небольших затрат, что по сравнению с производственным направлением более доступно как стартап. Привлечение молодых людей к предпринимательской деятельности – это не только увеличение доли малого бизнеса, но еще и решение проблемы занятости молодежи. Надо отметить, что сейчас созданы различные целевые программы для оказания помощи молодежному предпринимательству как на государственном, региональном и муниципальном уровнях. Те, кто уже ведут свой бизнес, который уже не один год на рынке, мы оказываем в том числе финансовую поддержку. У нас в этом году впервые мы будем оказывать финансовую поддержку, выделять гранты не более 350 тысяч рублей тем предпринимателям, которые открыли свой бизнес, ведут свой бизнес, которые понесли затраты. Также мы оказываем поддержку в софинансировании, потому что есть гарантийный фонд Самарской области, который поддает под очень маленькие проценты по сравнению с кредитными обязательствами в других банках займы, поручительства, которые финансово поддерживают уже существующий рынок. Помимо этих программ, молодые предприниматели могут рассчитывать на поддержку и помощь бизнес-инкубатора. Это консультационные услуги, помощь в юридических, бухгалтерских, аудиторских вопросах. Проводят обучающие семинары для молодежи. Пять шагов к успеху – это пять ступеней, которые должен осознать каждый человек, поняв внутри, что ему сделать, сделать последовательно. Это информация о налогообложении малого и среднего бизнеса, разных форм. Это формы поддержки малого и среднего предпринимательства, которые сейчас существуют в городском округе. Несмотря на все нюансы, этот бизнес, как прогнозируют аналитики, будет развиваться с каждым годом все активнее. И возможностей для дальнейшего набирания оборотов помимо интернет-торговли и доставки у него немало. Возможно, со временем действительно в любом кафе или в столовой фрукты на десерт, в том числе экзотически, станут общепринятым явлением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин